Послание к римлянам святого апостола Павла «Осомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а всё, что не по вере – грех». «Поверю» – что значит? То есть он рассуждает и сам не знает, как мне всё-таки «Страстную пятницу» там в театр приглашают сходить или нет. Вот так. Вера говорит ему, что, ну, слушай, нехорошо. Ну, неужели ты не можешь? Сейчас-то. Ну, совсем же не подходит, так? А тут очень зовут и всё такое. Ну, ладно уж, схожу – зовут. Поверит – поступит. Ну, конечно, нет. То же самое в отношении той же самой пищи. Вот. Опять то же самое. Тут очень много таких же нюансов. Вы знаете, вот по телеках мы встречаем же такие случаи. К одному пришли, пришли, ну, к гости, такому человеку-подвижнику. И он, послушник, ему говорит, дай всё, что есть. А был пост. И дал что-то, мясо или что-то, я уже не знаю. Ну, не мясо, может, что-то другое. Да, послушник крайне был удивлён. Да, всё угостил. А гости были такие светские люди, мирские, для них несущие. Они ничего не знают этих вещей, никаких. Но потом он сам не ел ничего. Целый там день или два этот подвижник. Да. Он поступил по любви. И поступил рассудительно. Если бы он, в данном случае, пришедших этих людей, незнакомых, не принял бы, ну, так, как и нужно принять, они были бы не только расстроены, они были бы обижены. И он бы просто совершил бы грех, этот подвижник, если бы не принял их так, как они бы привыкли к этому. Как правило, если хотите, приличие, гостеприимство. Вот вам, пожалуйста. Вот. Что значит? Сомневаешься, сомневается человек, и что значит всё, что с сомнением, да, когда сомневается, всё, что не по вере, то грех. Он в данном случае поступил, рассудил так. Да, я поступлю по любви родних. Всё. И всё было хорошо. Рассудил так. И поступил, поэтому это правильно. Потому что он искренно поступил. Богу нужна даже искренность. А не наши, знаете ли, всякие там привычки и какие-то буквоедства и так далее. Он искренно поступил так. Всё, слава Богу, всё хорошо. Не согрешил. Но себя, правда, наказал потом. Что здесь надо будет? Возможно, leveи ним фе planeя, но где-то. То, что он укор 깊